Конкурс от Брестских спасателей проводится уже много лет. За это время тысячи ребят смогли проявить себя. Нынешнее мероприятие привлекло небывалое количество желающих. Более 100 работ из 32 учреждений образования города Бреста было представлено вниманию жюри. Судейскому составу предстояла непростая задача – определить лучших восьми номинациях. Помимо рисунков, плакатов и подделок, ребята подготовили скульптуры, модели пожарной, аварийно-спасательной техники, рассказы, стихотворения и сказки собственного сочинения. В этом году очень обширный был конкурс, очень много было работ, хороших работ, но это видно и по выставке. Больше участников. Если когда проводились первые конкурсы, о них никто не знал, это были одна-две школы, которые участвовали. А уже на нынешнем этапе это уже широкий, широкомасштабный конкурс в разрезе города. Подводя итоги конкурса, спасатели отметили, насколько креативно подошли ребята к поставленной задаче, а еще убедились в том, что дети отлично разбираются в теме. Спасатель глазами детей оказался у каждого своим, однако бесспорно портрет представителя службы дня и ночи был передан реалистично. О подвигах, которые работники МЧС совершают ежедневно, спасая людей, говорили сюжеты рисунков. О мужестве огнеборцев, о значимости профессии рассуждали школьники в своих сочинениях и литературных зарисовках. Третий классник Николай Ермолич, как и многие его сверстники, участвовал в конкурсе не впервые. В этом году школьник получил высокую оценку за раскрытие темы. Результат – первое место. Я нарисовал картину, которая называется «Помощь приходит вовремя». Я нарисовал, как спасатели спасают лес, горячий, даже собаку. Ну, откуда этот сюжет ты взял? Ну, я придумал так. Сам, да? Да. Ну, сегодня ты обрадовался, что все-таки присудили тебе первое место в высокую оценку. Да, я очень обрадовался, потому что я не ожидал. Дипломами и грамотами были достойны те ребята, которые не пожалели времени и сил, взялись за творчество и оказались наиболее креативными. Высокий уровень представленных работ отметил Игорь Овсяник, человек, который стоял у истоков конкурса «Спасатель глазами детей». За 18 лет его проведения многое менялось. Неизменным осталось одно – интерес со стороны детей и подростков. Творчество детей растет и растет. Безусловно, за эти годы, во-первых, увеличился его масштаб, уровень увеличился, работы, которые сейчас не сравнимы с теми, которые были в самом начале. И это, безусловно, радует. Поэтому мы больше, чем уверены, что этот конкурс всерьез и надолго. София Бережная, Дмитрий Хрущ, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.